Совместный президиум Центральных Советов ДСАФ России и Беларуси был создан в марте 2014-го. Его цель была и остается достаточно четкой и конкретной – активно развивать существующие в организациях направления, используя при этом опыт коллег, причем как при подготовке специалистов для оборонного и промышленного сектора, так и при обучении водителей и развитии спортивного движения, воспитании молодежи в лучших патриотических традициях. Вопросы не теряют своей актуальности. Накануне они стали тезисами повестки открытого совместного заседания. Масштаб сотрудничества у нас с каждым годом, он все расширяется, расширяются направления взаимодействия, набор мероприятий в каждом из этих направлений под конкретные задачи. Это такие у нас встречи два раза в год проходят, это только в рамках двухстороннего взаимодействия ДСАФ России с ДСАФ Республики Беларусь, а так у нас есть еще и ДСАФ СНГ, куда также входит оба наших государства, раз в год мы тоже сверяем направления, планы нашей работы. Сверить часы и определить, какие инициативы будут реализованы в рамках сотрудничества. Об этом шел предметный разговор на заседании. В плане на 2018 год 14 совместных мероприятий. Это и пробеги памяти, и конкурсы, и соревнования. Проектов действительно немало. Сегодня их реализация находится под особым вниманием у руководства ДСАФ Беларуси и России. Для нас, для Республики Беларусь, наверное, самое значимое значение имеет вопрос чемпионата мира по вертолетному спорту. Где будут участвовать и команды Российской Федерации и Беларусьской Федерации. Одновременно это совпадает с тем, что мы открываем Минский аэроклуб. Это как бы такое значимое мероприятие. Мы отправляем наши команды и на чемпионаты мира по самолетному спорту, по парашютному, мотоциклистов, картингистов. И вот в этом году у нас будет, в Российской Федерации будет проходить чемпионат Европы по мотоболу. И наша мотобольная команда нашей республики будет участвовать в этом чемпионате Европы. В рамках встречи в Бресте официальным гостям была продемонстрирована учебная база Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов ДСАФ. А также представлен опыт работы структуры по направлениям.